Опасная дорога до школы. Жители Пивоварихи просят установить пешеходный переход возле остановочного пункта. Он расположен на въезде в село. По словам местных жителей, по этой дороге часто ходят школьники, которые спешат на занятия. Сейчас на месте работает наша съемочная группа. Туяна, здравствуй, расскажи подробнее. Здравствуй, Яна. Мы сейчас находимся на главной улице поселка Пивовариха, Галаусновском тракте. Действительно, переход этой дороги сопряжен с риском для жизни. Так как здесь движение очень оживленное, автомобилисты не избавляют скорости. Как мы видим, здесь нет ни одной зебры, пешеходного перехода, тротуара, нележачих полицейских. Все, что есть, это единственный дорожный знак, пешеходный переход. За моей спиной второй, в другую сторону сбили автомобилисты. Пешеходам приходится идти по краю дороги и ждать, когда все-таки автомобилисты уступят им дорогу. Больше всего боятся местные жители, конечно же, за своих детей, так как рядом находится школа. И чтобы попасть в нее, нужно преодолеть эту опасную дорогу. Сейчас со мной находится житель поселка Тамара Корнеева. Тамара Александровна, ну насколько здесь все-таки опасно ходить? Были ли случаи ДТП? Это очень опасный переход. Постоянно здесь какие-то напряженные ситуации. И детей травмировали, и взрослые были, о чем мы неоднократно сообщали. В частности, у меня здесь внучку грузовой автомобиль сбил. И, слава богу, все осталось в итоге хорошо. Но опасность не только для моей внучки, но и для всех детей очень велика. Мы обращались неоднократно в администрацию, но изменений пока нет. Хочу отметить, что жители поселка обращались не только в администрацию, но и в ГИБДД, и в дорожную службу неоднократно. На данный момент это вся информация. Яна. Туяна, спасибо. Телезрителям напомню, на связи со студией был наш корреспондент Туяна Немаева. Зарегистрирован третий кандидат на пост главы администрации Ангарского городского округа. Им стал Дмитрий Надымов от партии «Патриоты России». Кстати, накануне он был исключен из партии КПРФ. Напомним, первым удостоверение кандидата получил Никита Балакин. Его выдвинула партия «Яблоко». Вторым прошел проверку Дмитрий Тютрин от ЛДПР. Всего на должность мэра претендует 8 человек. Их документы пока проходят соответствующую проверку в избиркоме. Выборы главы города и депутатов Думы состоятся в Ангарске 26 апреля. Вместо трех квартир купят две. Устилимский район из областного бюджета получил 2 миллиона рублей. Деньги выделены на покупку жилья для детей-сирот. Как сообщает администрация Устилимска, на эту сумму планировалось приобрести три квартиры по ценам прошлого года. Однако стоимость недвижимости выросла, поэтому выделенных денег хватит лишь на покупку двух квартир. На приобретение еще одной понадобятся дополнительные средства. Кстати, одну жилплощадь уже приобрели в поселке Железнодорожный. Там же будет куплена и вторая квартира. Иркутск вошел в список городов, где снизилась стоимость проживания в гостиницах. Это при том, что во многих российских городах проживание в отелях наоборот стало значительно дороже. Об этом сообщает информагентство Телеинформ. Правда, уменьшение стоимости в Иркутске составило всего 2%. Сейчас туристу номер в отеле областного центра обойдется в 4 тысячи рублей. Цены на проживание также стали ниже и в Новосибирске. А вот значительное повышение стоимости на номера в гостиницах зафиксированы в Астрахани, Самаре и Казани. Правительство России решило расширить рамки категории граждан, участвовавших в Великой Отечественной войне. Нововведение касается тех, кто привлекался к разминированию территорий и объектов, а также к сборам боеприпасов и техники. Раньше право на социальную поддержку имели только фронтовики, занимавшиеся разминированием с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года. Теперь удостоверение ветерана Великой Отечественной получат и те, кто работал над разминированием с 22 июня 1941 года. Постановление уже опубликовано на сайте правительства страны. А если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту или звоните по телефону 33 13 28.